Привет, мои дорогие! Новый влог! Какой-то этот вирус, девочки, пролонгированного действия, такая зараза, без температуры. Первые два дня была температура, потом нет, а потом это вся фигня. Ну, выкарабкиваемся постепенно. Вот, шабаку выгуливаю, господи, уже заговариваюсь. Слава богу, снег сошёл. Почему, слава богу, потому что верхний, ну, это ОРВИ ещё вдобавок, вот это ж всё кашель. Мороз ни к чему при такой, при таком вирусе мороз ни к чему совершенно, потому что он бы усугублял ситуацию. Вот. Это я. Ну, я рада, что сегодня совершенно, ну, не совсем совершенно, но безоблачное небо, почти. Вы знаете, я так соскучилась уже по солнцу, по весёлой погоде. Кирюша что-то ходит, дурака валяет. Кирюша, пошли. Вот. По хорошей погоде, по солнечной. Вообще, по всему человеческому соскучилась. В общем, пребывала вчера вечером в большом унынии. Я не помню такого великого уныния, как вчера вечером. Вообще не помню. Мне кажется, у меня такого никогда и не было. Ой. Кирюша, смотрите, какое солнышко чудесное. Ну, как есть такие хорошие слова. Человеку не может быть всё время плохо. Обязательно потом будет хорошо. Ну и как ещё говорят, ням-ням, утро вечера мудренее. Вот. Вообще, конечно, я так подозреваю, что это вот этот вот вирус, очень такой вредный вирус. Я, конечно, не знаю, полезные бывают ли вирусы, но этот особо вредный вирус вызывает вот у меня какие-то негативные эмоции. То злость, то слёзы. Вот это вот у меня все вот эти дни как-то это пляшет. Между злостью и слезами. Вот. Ну, сегодня утром настроение у меня совсем другое. Наверное, потому что солнышко вышло. Не знаю. А может быть, просто уже полегче стало, что скорее всего. Потому что когда... Когда у человека самочувствие неважное, то как-то, по-моему, его ничего не радует. Ладно. Всё это такое. Приходящее. Вот. А что? А сегодня 25 декабря. Вот. Католики и, наверное, протестанты тоже, по-моему, насколько я знаю, отмечают Рождество. Вот. А я гуляю с Кирюшей. Порадовала ещё то, что Настюха сегодня наконец голову помыла. То она тоже вот... Она вообще моет голову каждый день в здоровом, в здравии. А это ж ребёнок всё болеет и болеет. Та девица, будь она неладна, припёрлась со своей температурой, нас всех перезаразила. И Настюша ж пошла по второму кругу. Вот. И получается, ребёнок вот только-только начал приходить в себя. И она тоже пребывала в таком вот унынии. Тем более, как бы, мальчики не могли к ней... Друзья у неё друзья-мальчики. Вот. Не могли к ней приходить, потому что, ну, мы были не за. Вот. В общем, как-то так. Всё время они спрашивали, что надо. Ну, у Настюши хорошие друзья. Вот. Хорошие. Особенно Андрей. Вот. Такие. Но... Сегодня вот я смотрю, она уже с утра, всё, с помытой головой. Ну, всё, смотрю. Вот это тоже, видно, её одолевала грусть-тоска. Вот. Ну, в принципе, она и не делала из этого тайны, потому что сидеть дома для ребёнка активного – это очень сложно. Вот. Ну, в общем, как-то так. Такое некоторое испытание выпало на нашу долю. Вот. Ну, ничего, это так. Но, вы знаете, очень сложно. Такое прям состояние нехорошее. Ну, прорвёмся. А что нам... А что у нас есть выбор? Только прорваться. Всё, мои дорогие. Буду дальше джаз служить. Я гуляю с Кирюшей и слушаю джаз. И потом вам расскажу, какой пердемонокль произошёл у меня. Такого ещё кино я не видела. Я вам расскажу потом. У нас же Кирюша такой задиристый, маленький такой. Но он же не знает, что он такой маленький. Он думает, что он большой. Что он большой, опасный. Песка. На самом деле, Манюсечка такая, но рычит строго. Поэтому... А собачки, у каждой собаки свой характер. И вот собачки хотят общаться, а я на всякий случай его убираю, потому что знаю, что он может начать рычать. Сразу хвостик так трубой поднимает. Кирюша, иди сюда. Вот. То есть начинает воевать. Такой малыш активный. Итак, мы с Кирюшей уже прогулялись, и я вернулась домой. Сейчас я вам покажу этот интересный момент, когда я покупала помаду нюдовую. В общем, смотрите. Вот такой цвет. Мне очень понравился этот цвет. Открыть я не смогла там ничего, чтобы посмотреть на руке. Но, в принципе, цвет действительно очень хороший, очень мне понравился. Только я подумала, почему такой тяжелый этот тюбик. Ладно, думаю, значит, может металлическая вот эта вот коробочка самая. Ну, думаю, действительно, она по скидке, она хорошая, классная вещь, всё. Вот. И, значит, довольная, прихожу домой. Начинаю пытаться открыть эту конструкцию. Не могу открыть. Потом думаю, ну-ка покручу. И вот я начала крутить верхнюю часть, откручивать. Вот таким образом я это делаю. Значит, откручиваю, думаю, ну надо же, это, наверное, блеск для губ. А может быть, тинт. Думаю, ну тоже неплохо, хотя я, конечно, хотела помаду. Откручиваю и начинаю доставать вот эту вот прелесть. И что мы видим? Мы видим, что это вообще лак для ногтей. Я такая в шоке. Мне лак для ногтей совершенно не нужен. Меня устраивают все оттенки красного, которые у меня есть. Я люблю красный лак на ногтях. Думаю, ну надо же. Ну ладно. Раз уж купила, накрашу. У меня как раз ногти были смыты и подготовлены для окраски. Думаю, хорошо. Окрашу тогда ногти. Накрасила ногти. Сижу такая. А, еще сверху покрыла вот этим вот блеском своим. Сижу такая, уже полчаса прошло, а блеск он еще и сушит. И все, да? Думаю, ну все нормально, хорошо. Прикоснулась случайно к чему-то. И у меня ноготь поехал. Ну в смысле лак поехал. Я думаю, ё-моё, что такое? Они не сохнут. И до меня доходит. Потом я беру просто очки и читаю. Это гель-лак! В общем, совершенно ненужное, бесполезное приобретение. Ошибочное. Вот такой пердемонокль у меня произошел. Ой, короче, девочки, попала в просак. Также я купила себе вот такой набор. Я не разбираюсь, что там за это самое. Это было по хорошей скидке. Очень хороший набор. Бровки рисовать. Бровки рисовать, что-нибудь подкрасить. Вот с этой стороны тени. А с этой стороны восковые, вот эти вот восковые штучки для бровей. И вот восковой карандашик для бровей. И также здесь вот расчесочка для ресниц, по-моему. Да, пинцетик. Кстати, неплохой пинцетик. Его такая милая кисточка. И всё это вместе стоило 25 злотых. Вот. Только единственное, я не могу его открывать. Поэтому я решила, ну, не очень-то их закрывать. Нет, закрывать всё-таки надо, а то вот эти вот засохнут. Вот. Ну, открываю при помощи ножниц. Туго как-то. Я не приспособилась. Не знаю. Вот. В общем, я очень довольна вот этой покупочкой. Очень просто довольна. Карандашик такой классный для бровей. Такой совершенно не яркий. Вообще, не надо даже приноравливаться. Там что-то ярче, либо темнее, либо светлее. Он прям в самый раз. Вот. Вот. В общем, вот такой набор хороший. Очень хороший. Вот тут вот есть маленькая трещинка. Я когда покупала, я не заметила. Вот. Но это не важно. Мне это вообще не интересно. Мне очень понравился набор. Вообще, я довольна этим приобретением. Вот. Это мой кофе с молоком. Вот. И вот Кирюша. Прогулочный Кирюша. Ну, на этом я буду заканчивать это видео. Всем добрым людям. Пока-пока. Крепкого здоровья, хороших известий, хорошего настроения. Кирюша. 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 Кирюша.